Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. Ноябрь, последний месяц осени, ворота в зиму. Это холодный и сонный месяц, когда день сокращается, уступая место длинным вечерам, которые так и хочется коротать в компании тёплого чая и доброй книги. Давайте вспомним писателей, родившихся в ноябре, и книги, которые они создали для своих читателей. Открывает наш обзор Джонатан Свифт и его книга «Путешествие Гулливера». Это произведение давно вышло в списке детской литературы, хотя написано оно вовсе не для детей. «Путешествие Гулливера» – садилько-фантастический роман, в котором высмеиваются пороки человека и общества. Разумеется, в своё время это произведение вызвало немало обсуждений и недовольствий. Однако нынешние школьники уже в четвёртом классе читают о забавных приключениях матроса Булливера, попавшего сначала в страну лилипутов, где он едва не стал причиной экологической катастрофы, а потом в страну великанов, где служил на потеху жителей. Не менее интересны приключения героев сказок Вильгельма Гауфа. «Карлику, маленькому Муку, удалось стать причиной таких происшествий, какие не снились нашим читателям. Недодолго став помощником старухи-оховцы, Мук быстро разочаровался в работе, уходя за шестью кошками-проказницами, и сбежал, прихватив в туфли-скороходы и волшебную тросточку. Но кто бы подумал, что именно эти богатства станут причиной несчастья или счастья маленького Мука? Если предыдущему нашему герою было не занимать смекалки, чтобы добиться своего, то следующему помог случай. Заяц из сказки «Мамина Сибиряка» считал себя храбрейшим зверем в лесу и хвастался, что даже волка способен съесть, если этот зубастый хищник повстречается на пути. И ведь повстречался. Чем закончится встреча для зайца? Как вы думаете? Ответ узнаете, почитав сказку про храброго зайца, длинные уши, косые глаза, короткий хвост. А вот участь следующего героя не завидна. Мышонку из произведения Маршака «Сказка о глупом мышонке» нечего надеяться ни на смекалку, ни на счастливый случай. Этот мышонок не мог заснуть, потому что ему не нравилась песенка, которую пела мышка-мать. Впрочем, и няньки, которых нашла мышка, не смогли усыпить малыша. С его капризами удалось справиться лишь одной последней няне. Какой? Как вы думаете? Впрочем, говорят ли, мышонок остался доволен. А вот его сородичу из сказки о бунном мышонке удалось хитростью победить кошку. Однако этого мало. Его зовут поиграть хорёк, белки, ёжик и даже сова. Только мышонок отнюдь не рад этим играм. Сумеет ли он вернуться домой, где ждёт мышка-мама? Герои книг Астрид Линдграм знают толк в играх. Да и как иначе, ведь они ещё дети. И будьте уверены, у этих детей самое лучшее детство. На горшочной улице шведского городка, в жёлтом доме, живут. Главный горлопан, просто горлопан и погремушечка. Да и саму улицу, по мнению папы горлопанов, стоит переименовать в горлопанную, так как там никогда не бывает тихо. У Йонаса, Мии, Марии и Лотты, так зовут горлопанов на самом деле, есть родители, соседи и дедушка с бабушкой, а также с полсотней шалостей в голове. Хотите почитать о детских проказах? Тогда добро пожаловать в Каковинку за книжкой замечательный Астрид Линдграм «Дети с горластой улицы». А вот другим героям Линдграм соседям не так уж и повезло. В их замке поселился враждебный клан разбойников. Но не это огорчает Ронни, дочь главаря одного из разбойничьих кланов. С разбойниками, конечно, весело, но в лесу совсем нет детей, кроме самой Ронни и Бирка, сына главаря из враждебного клана. А играть вдвоем намного интереснее, чем в одиночестве. Вот только семьи, оказывается, совсем не рады дружбе между детьми. Думаете, это остановила Ронни и Бирка? Как бы не так! Как же смогут герои разрешить проблему, и при чем тут пещера в лесу? Узнаете из повести «Ронни, дочь разбойника». В помощь предыдущим нашим героям, которым не сразу удалось найти общий язык с родителями, российский писатель Григорий Остер написал «Руководство по воспитанию взрослых», в котором подробно расписал уроки и параграфы, касающиеся приручения этих странных и непослушных родителей. Предупреждаю, советы Остера нельзя воспринимать за чистую монету, ведь второго такого шутника еще поискать надо. Однако не только детям приходится искать новые воспитательные методы. Воспитательница детского сада из сказки «Гирлянда для малышей» придумала оригинальный способ, чтобы не потерять детей на прогулке. Она велела каждому ребенку взяться за веревочку, и ее кунчики обвязала вокруг дерева, а сама села читать книжку. Как вы думаете, помогло ей ее ухищрение? Конечно, нет. Узелок развязался, и гирлянда из детей ушла на прогулку. Да не куда-нибудь, а в зоопарк. Воспитательнице пришлось на славу побегать, чтобы отыскать малышей. Да и обезьянка спешила не меньше. Причем тут обезьянка? Хм, узнаете, когда почитаете книжку. По сценариям Григория Остера, сняли немало детских мультфильмов, которые вы наверняка видели. Проказницы-обезьянки, котенок Гав, слон, удав, попугай и мартышка. Одни из наиболее известных его героев, знакомство с которыми будет полезно и приятно каждому ребенку. Предлагаем вам провести ноябрь в компании любимых героев и добрых книг, которые вы можете найти на полках каковинки. Приятного чтения!